Александр Блинов «Дом, который пошел». За мечтой. Стоял дом, этажей семь, с жильцами, и одинокие попадались, и целые семьи с бабушками, внуками, кошками, собаками и хомячками. Дом как дом, с консьержкой, балконами, гостями и добрым участковым Никонором Петровичем. На балконах сушилось белье, в комнатах кровати, шифоньеры, трюмо всякие, в прихожих вешалки с пальто, санки, велосипеды. В комнатах родители ругаются, мирятся, целуются, дети плачут, смеются, играют, спят, бабушки ворчат и тапками шаркают, кошки мяукают, собаки лают. Дом как дом, обычный дом на фундаменте. Может, под фундаментом и были какие ноги, но только если подогнутые и со стороны не видны. Фундамент как фундамент. Дом стоял на большой улице, может, он тверской. По улице круглые сутки шли пешеходы, неслись машины с мигалками и без мигалок, ехали автобусы, бурлила жизнь. Куда же они все едут? Размышлял дом. Ему так хотелось хоть одним глазком увидеть куда. А как? Дом стоял с таймя и только таращился. С одной стороны был виден кусок сквера, мамаша с колясками, дети в песочнице, пенсионеры на скамейках в шахматы режутся, птички на ветках. Два других бока упирались в соседние дома. А фасад смотрел на ту самую улицу, может, и на Тверскую. Не мало, конечно, но и за дня в день одно и то же. Дому не хватало впечатлений. Поэтому и выглядел дом осунувшимся, и фасад бледный. А к осени, как назло, через дорогу открылась туристическая фирма с вывеской. На вывеске крупно. Весь мир перед вами. И помельче. Путешествуй с нами за мечтой. И рядом отпечаток ноги на земном шаре. Как это подумал дом? Встал и пошел. Вот тут и выяснилось, что под фундаментом у дома ноги-то были 37 прекрасных крепких ног в туристических ботинках. Синих трекинговых. Стоит, кстати, немерено. Сначала дом в разминку пошел небыстро, под горку красной кирпичной стене с башенками. Потом крутанул налево, направо, вниз, вниз и к реке. И так в перевалочку по течению реки и вышел за город. Некоторые по пути спрашивали, куда. Дом только пожимал плечами, похоже, и сам не знал. Жильцы поначалу расстраивались. Но представь себе, приехал-то, скажем, с работы. Из банка там или с Государственной думы, или еще откуда. А дома нет. Дети из школы вернулись. Пусто. И дом-то был элитный. Такой весь из себя. Закованные ограды со шлагбаумом и с мемориальными досками. И даже консьержка Зульфия с золотыми зубами и та блондинка. Вот такой был дом. Дом образцовой культуры и быта. И люди в доме жили непростые, не всякие там. И очень гордились своим местом жительства. В этом городе так принято. И если ты, к примеру, из Бибякина или Северного Злобина, с тобой и говорить не будешь. А жильцами этого дома все даже очень предпочитали. И вот вернулись жильцы. Кто откуда? А дома нет. Вместо дома, что называется, новое пятно застройки. И уже и строят. В этом городе это по-быстрому. Уже два этажа построили. Жильцы повздыхали и поехали искать свой дом. И там и сям обыскались. А дом уже за МКАДом. Некоторые пока не поздно побежали обменивать свою квартиру в доме на две распашонки в Новомосине. Или, прости господи, Южном Брутове. А другие решили, а что они плохо? И перешли на временные работы. Дом-то поутру дальше пошел. Вот остановится дом в Новом Городе. И те по-быстрому и устроятся. Мэрами, дворниками, управляющими консервного завода или в Бюро ритуальных услуг, как выйдет. А пенсионерам и детям вообще отлично. У одних каждый день новая школа, у других новая поликлиника. Одних переучивают, других перелечивают. Красота. Жильцам дома даже штамп специальный в паспорт поставили. Там, где у других место прописки, у этих направлений. Как в маршрутке. Метро Юго-Западное, Внуково. Ну, к примеру. И все. Так потихоньку дом дошел до границы. А к этому времени молва о доме распространилась. И к дому стали присоединяться другие дома. Поэтому, когда дом подошел к границе, надо сказать, он не один подошел. А с ним семь-восемь хрущевок, одна высотка, вроде с баррикадной. Два нерасселенных барака с семьями военнослужащих из Реутова. И три подмосковных коттеджа Соколиной горы. С бассейнами, прислуга из Лаоса, мордатой охраной, полем для гольфа, детьми, которые по-русски не говорят, и черными лакеями в левреях. Дом постоял на границе, попереминался с ноги на ногу, подумал о чем-то о своем. И дальше пошел. А эти следом только видели. Конечно, были поначалу у жильцов дома некоторые сложности. Другие страны, языки незнакомые, чудные. Но пообвыклись. Единственное, дом не знал, куда шел. Но на его гудроновой крыше уже успели поселиться перелетные птицы. А была осень, и те знали, куда. Париж, Париж, галдели птицы. Ну а куда еще? Если все женщины в доме каждое утро и вечер только делали, что подходили к зеркалу и вздыхали. Вот, Клав, увидеть бы Париж и умереть. Умирать дом не особо собирался, а посмотреть в Париж ужас как охота. Эти Эйфелевы башни, поля Елисейские, всякие там бутики Шанель, мансарды с художниками, кафешантаны и этот, как его, муленруш, ужас как интересным. И дом пошел в Париж. Пришел и стал художником. И кем еще? Париж. Дом поселился на мансарде. Еле втиснулся с друзьями Жаном и Жозефиной. Выглянул дом в окно, а напротив муленруш с мельницей. Спустился в кафе. Вот терраса. Очаровательная Жази, танцовщица из муленруш, пьет кофе с круассаном. Дом уставился, глаз не может отвести. Влюбился, а еще и проголодался с дороги. Круассан сочный такой, с лимонным кремом. И Жази дом понравился. Акцент смешной. И занавески на окнах лиловые. Ее цвета. А круассан не успел определиться. Съели. Компания прекрасно проводила время. Дом рисовал Жази, Жан, Жозефину. Пили абсент, курили табак и ходили по вернисажам. Но тут у дома появился соперник. Вы же знаете этих француженок. Коварный Жак с улицы Рю-де-Жали с гадкими набриолиненными усиками. И дом весь в расстроенных чувствах. Побросал кисточки, мольберты. И пошел, куда глаза глядят. А жильцы были рады. Каждый день на мансарду лазить. И вся эта богема их уже порядком утомила. Хотя и весело. Вот идет дом, вздыхает. День идет, вздыхает. Два дня идет, вздыхает. На третий день подошел к границе. Похоже и правда таращился дом на красавицу на фоне Колизея. Все дороги ведут в Рим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok